Такой красивый был арт. Он с фильмом. О том, что здесь когда-то висела мемориальная доска Владимиру Высоцкому, этот молодой человек помнит хорошо. Сюда часто приходили шимкенские поклонники легендарного барда. Да и сам Турар Умаров не пропускал такие встречи. Кстати, на их же деньги и устанавливали доску в 2003 году. Теперь на месте памятной таблички пустая аллея. Вместе со старыми ларьками и дряхлыми аттракционами убрали мемориальную доску. Чиновники Шимкента решили реконструировать центральный парк. Получилось, что оскорбили чувства поклонников Владимира Высоцкого. Не предупреждая, снимая доску, это уже идет как неуважение слушателей, нашим памяти, родителям наших, которые выросли и старались быть как он, как Высоцкий. Возмущенные поклонники известного барда написали письмо на сайт Турар Киезет с просьбой помочь вернуть мемориальную доску. Клич был услышан и республиканскими интернет-порталами. Информация вызвала общественный резонанс. Со всего Казахстана стали поступать гневные комментарии. Очень плохо, без культуре. Позорники, память о гении не убить. Легче вам там стало, счастливее стали. Что ж, жаль вас. Коммунальщики Шимкента и управление культуры области на запрос журналистов лишь отмахнулись. Мол, мемориальную доску Высоцкого они в глаза не видели. И память о гении убивали не они. Здесь было два дуба, по-моему, один дуб убрали. Поклонник Владимира Высоцкого поспешил успокоить Марс Садыков. Памятная табличка никуда не делась. Она хранится у него дома. И вместо нее в Центральном парке Марс планирует поставить целый памятник Высоцкому. Правда, пока на грандиозный замысел нет денег. Где-то ставит Высоцкого гамлета, где-то Высоцкого в другом образе ставит. А моя идея была бы такая, чтобы мы имели здесь Высоцкого-Чимкенского. То есть именно в том возрасте, когда он был в Чимкенте, именно в той одежде, в той прическе. То есть мы хотим его, как бы нашего, Чимкенского. По этой аллее Марс Садыков гуляет с особым трепетом. Здесь когда-то прогуливался сам Высоцкий. В 70-е он приезжал в Шимкент и на радость поклонников дал здесь 30 концертов. Эти выступления Марс Садыков помнит, как вчера. А еще верный фанат Высоцкого совершил для кумира настоящий подвиг. Мы с моими друзьями зашли на пик Сайрамский, в высшую точку Чимкентской области, и водрузили тоже мимарный льдовский. На сегодняшний день вершина у нас не голая. На сегодня там есть Высоцкий, который с высоты взирает на нас. Сейчас Марс Садыков надеется, что спонсоры откликнутся и помогут поставить памятник. Ведь нигде, как в Шимкенте, должны помнить о Высоцком. Из всех городов Казахстана только у нас легендарный певец давал столько концертов.